вот такое доброе утро у меня вкусный кофе с молоком и сахаром вкусный турецкий хлеб бутербродный маргарин наивкуснейшие сладкие турецкие помидоры колбаска с фисташками колбаска хинди и наивкуснейший улькер шоколад с изюмом и орехами всем кто сейчас кушает приятного аппетита вот такое вот доброе утро мои хорошие идем на бассейн четверг вечером выйду в прямой эфир позавтракали сейчас проведем время нашем бассейне знаете когда поплаваешь с утра море или бассейне то как бы заряд энергии и не так душно потом весь день вот я это уже ощущаю вот как-то так так сколько у нас там людей а людей нету только нас входит спасатель он подходит так что мы первые так а у соседей уже там плавает мужчина вы мои хорошие у нас же новые правила в этом году раньше у нас не работал спасатель и мы все плавали в бассейне без шапочек кто с распущенными волосами кто в чем и принципе душевой кабиной никто не пользовался ну потому что ты приходишь из дома в бассейн да я лично принимаю душ также мой ребенок надеваем купальники и приходим на бассейн вот а с этого года у нас теперь новые правила и мы все сюда приходим и плаваем в шапочках вот как-то так аруся как водичка нормально нормально оооо прохладенькая охоо оэ прокладенькая водичка Ой, какой кайф! Мои хорошие, всех вас купаю, хорошего вам дня, пусть всё сложится, хорошего настроения, солнечной погоды, от души. Для новеньких моих зрителей, мои хорошие, у нас бассейн и территория расположена внизу, а наверху, видите, у нас наши два дома 15-этажных, там большая парковка, там же находится у нас спортивная волейбольная или баскетбольная площадка. А здесь вот такая вот территория, видите, на бассейне у нас шезлонги, тент натянут, чтобы был тенёчек, вот как-то так. А там уже за зелёненьким заборчиком у нас мангальная зона. И вот эта мангальная зона у нас, о, здравствуйте, Марусечка, у нас пять беседок получается. Вот здесь вот у нас детская площадка, видите, детская площадка, горка, и там же у нас туалет. Вот, вот как-то так, такая вот у нас территория. О, ещё кто-то идёт на бассейн, а там у нас спасатель сидит за столом, чай пьёт сегодня. Видите, все проходят через душ, молодёжь пришла. Вот, а там у нас спасатель чай пьёт. Сегодня я ему ничего к чаю не принесла. Вот как-то так. Ой, как хорошо она плавалась, можно и позагорать. Строители уже с утра строят дом. Интересно, сколько будет этажей у этого дома? Уже построили семь этажей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь этажей уже построили. Может быть, всё-таки восьмиэтажный будет дом, а может, десятиэтажный. Вот как-то так. Счастливчик тот, кто будет здесь жить. Я буду передавать приветы, махать вам со своего бассейна. Ну что, и снова плавать? Потанцевала, позагорала. Я люблю снимать тик-ток, мои хорошие. Люблю танцы. Они меня вдохновляют, заряжают. Короче, ставлю вас около бассейна. Ой, окунулась, тело моё нагрелось на солнышке. Так хорошо. Ой, так хорошо. Водичка такая, знаете, не парное молоко, а такая охлаждающая вообще. Освежающая. Ой, мои хорошие, у меня сегодня так замечательно началось моё доброе утро. Вчера весь день Светлана Балина смотрела видео о городе Баку, мои хорошие. Да-да, я вот такой мечтатель, мои хорошие. Когда-то я так мечтала о Турции. И тоже каждый день смотрела видео про город Мерсен. Именно про город Мерсен, мои хорошие. Ну, потому что я его изучала под себя, чтобы мне было здесь комфортно. И всё правильно я изучила. Мне реально, когда я приехала в Мерсен, город для меня был родным, близким. Потому что я его изучила в интернете, мои хорошие. И вчера я изучала Баку. Что вы думаете? Сегодня я просыпаюсь, мне в личное сообщение Евгения присылает репост видео розыгрыша квартиры в Баку. Вот как-то так, мои хорошие. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, розыгрыш. Реально вообще вот такие вот розыгрыши участвовать? Выигрывают ли люди квартиры? Ну, в принципе, там ничего сложного. Там надо просто сделать репост. Надо подписаться на двух членов, я так поняла, этой команды. Вот, Сибрис, кто знает. Это городок Сибрис. Он на побережье Каспийского моря. Там шикарные пляжи, шикарные виллы, квартиры. И, в принципе, я бы хотела иметь там квартиру. Вот. Так что, возможно, поучаствую. Как-то так. Натик, купаю тебя. Иришка, и тебя купаю. И Еленочка Грошева, и Татьяна Токарева, и мои родители, и моя Дашенька. Всех, девочки, вас купаю. А ещё у меня есть ютубная подружка Алена. Алена, я вас тоже купаю. А ещё Анна, Катрин, Натали. Ну, вот как-то так. Галия. Светлана Чайковский. Никого нету, никого нету на бассейне. Только молодёжь, и всё. И я, женщина на бассейне. Время полдвенадцатого. Маруся уже пошла. Ну, у неё сегодня тренировка. Поэтому на часик... Она вообще не загорала. Она вот часик прямо в бассейне провела. Даже чуть больше получается. А я выходила, загорала, танцевала. Так что она пошла домой. В душ. У нас же один душ, мои хорошие. Вот, я пойду чуть попозже. Ой. Что я вчера готовила, мои хорошие? Вчера я приготовила себе наивкуснейший обед. Ужин. Сейчас прикреплю видео. Пальчики оближете. Так, так, так. У меня обед, обед. У меня печёночка. В сливочном соусе. Вот такая вот у меня красота, мои хорошие. Приятного мне аппетита. Пюрешечка. Свежий салатик. И, конечно... И, конечно же, в прямом эфире Натали. Натали. Друзья мои, у Натали новый канал. Оленичевы в Мерсине. Подписываемся. Ссылка в описании этого видео. Она, видите, у нас стример. Стример-миллиардник. Красоточка. Глаза, как два озера. Посмотрите, мои хорошие. Ну, это просто... Это просто... Красота неземная. Так, девочки, делаю талию. Раз, раз, раз. Раз, солнышко припекает. Хорошо. У нас, кстати, говорят, что в Турции эта осень будет очень жаркая. Очень. Так что, Натик, тебе повезло. Ты скоро приедешь в жаришку. Всё, как ты любишь. Мои хорошие. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал Дзен и смотрит мои видео от начала до конца. Огромное спасибо. Я очень быстро на Дзен подключила монетизацию. Мне уже поступает моя первая зарплата. Вот как-то так. И там зарплата поступает каждый день. И снимать деньги я могу тоже каждый день, мои хорошие. Вот как-то так. Так что, если вы начинающий блогер, добро пожаловать на Дзен. Очень классная площадка. И на телевизоре меня смотрят мои любимые зрители. И всё, ничего не тормози. Вот как-то так. Так что я вас и осенью, и зимой буду баловать своими солнечными видео. Поднимать вам настроение. Никакой грусти, никакой печали. Как классно мы вчера справились с Марусей, да? Ой. Конечно, когда у ребёнка, у молодёжи в основном вся жизнь в интернете, да, и когда глючит телефон и нету интернета, очень грустно, печально. Вы обидели моего ребёнка. Она просто, просто грустила. Просто грустила. Вот как-то так. И у нас на университетской есть доктор Эппл, доктор Эппл, который вообще ничего не понимает. В телефонах вот как-то так. Ну, потому что ему главное заработать было денег. И он сразу сказал, у меня с этими проблемами уже ко мне приходили. А какая проблема, мои хорошие? Для тех, кто впервые зашёл на мой канал, проблема была в айфон. Не было подключения к интернету. Понимаете, да? Ни сим-карты интернет никак не работал, ни вай-фай никак не работал. То есть не было подключения к интернету. Телефон просто. Вот телефон и всё. Можно фоточки в галерее только смотреть. Вот. И мы пришли, и он говорит, у этого Турция, на территории Турции блокируется телефон. Вы же не заплатили за него там, знаете, сейчас сколько? Тысячу шестьсот долларов с первого января. Вы должны за свой телефон, который привезли на территорию Турции, заплатить налог. Тысячу шестьсот долларов. Чтобы он у вас функционировал. Вот. Но мы-то... Там же нет сим-карты. Этот телефон у нас только работает через вай-фай. А эта блокировка происходит именно ММА, именно сим-карты. Понимаете? И он нам начал какую-то ерунду говорить, что типа, давайте я вам его подключу на два месяца, потом вы придёте снова, я вам подключу, и будет вам стоить каждые два месяца тысячу лир. Я говорю, а другие сервисы у вас есть в Мерсине? Вот. И он взял и сказал, да, есть Мерсин-Марина. И слава богу, спасибо ему огромное, что он нам порекомендовал поехать в Мерсин-Марина. Это большой торговый центр на берегу моря. Я там вчера была, снимала для вас яхточки, несколько магазинов сняла. Вот. Так что посмотрите видео. И мы приехали в этот центр. Я захожу, сидят одни молодые девочки, человек шесть, наверное. Вот такие вот. Три стола, две девочки здесь, две девочки там, две девочки здесь. И у всех клиенты, ну, как бы мужчины в основном. Вот. И мы заходим, и с нами здоровается свободная девочка, у которой нет клиента. Молоденькая, так она, может быть, лет 25. Такая молоденькая-молоденькая. Я ещё Марусе говорю, боже, девочки, ну что же они понимают-то в айфонах? Ага, что они понимают? Маруся объясняет на турецком ей проблему. Она открывает её телефон, раз-раз смотрит приложение, заходит в ИПН, меняет страну. Бац, вай-фай появляется. А она выключает и говорит, знаете что, удалите это приложение. Это вся проблема в этом приложении. Маруся такая серьёзная. И берёт при ней, удаляет приложение, и у неё, аллилуйя, заработал телефон. Боже, мы спросили, насколько должны она, нет, нет, ничего. Ну, когда она, в принципе, просто включила мозги и нам рассказала, в чём проблема. И ни копейки не взяла. Ни копейки, мои хорошие. Вот такие вот турецкие добрые люди. А мужчина хотел на нас заработать. Каждый хотел нас подсадить вот на эту штуку, чтобы мы каждые два месяца приходили к нему и платили деньги. Так что вот. Как хорошо всё-таки. Как хорошо прийти утром, после завтрака, поплавать в бассейне, снять для вас видео, поделиться своими добрыми эмоциями, чтобы у вас тоже день сложился хорошо. Вот так. Я, видно, ногтями, мои хорошие, зацепила и порвала шапочку. У меня тут такая маленькая дырочка. Какая-то аж груз печаль. Груз печаль. Маленькая такая дырочка. Все ушли, что ли? Марусечка год назад купила себе здесь очочки и не носит. Лежат в моей шкатулочке. Я думаю, а что? Не носишь? Ну и не носи. Я буду носить. Я загораю, а на соседнем участке работает газонок горячей. Мои хорошие, я тут недавно пересматривала свои ранние видео нашего переезда с Марусяй в солнечную Турцию. Вы знаете, и хочу прикрепить видео, чтобы вы тоже посмотрели, как мы прилетели в Мерсин, аэропорт Стамбула. Скоро для сравнения. Я вам обязательно сниму наш новый аэропорт Чукурова. А пока что смотрите Стамбульский аэропорт. Как все это было? Два года назад мы с Маруськой переехали из сырой, серой Эстонии в солнечную страну Турция. И город для жизни мы выбрали Мерсин. И ни капельки не пожалели. Так что прикрепляю видео. Смотрите, не забудьте, пожалуйста, оставить комментарий, поделиться этим видео с друзьями и, конечно же, поставить лайк. Спасибо всем за понимание. Люблю вас. Принесли нам покушать. Это паста. Нас спросили, что вы хотите, курицу или пасту? Я выбрала пасту. Маруся выбрана пасту. Маруся, открывай, сейчас посмотрим. Запах какой. Интересно. Туркиш просто... Топ. Топ. Паста просто обалдеть. Или мы такие голодные. Или что? Здесь сыра столько. Очень просто. Классный номер. Бесплатно. Это тоже бесплатно. Завключено. Тепси. Полочка. Очень просто. И заклинание для десерта. Наверное, десерты. Вот так вот лежит наша девочка. Ей спокойно на руках. Мы пообедали. Взяли Шанельку на руки. Сейчас мы пролетаем в Краков. Впуть к Польшу. Нам еще лететь. Секуты вот. Нам еще лететь. Где-то около двух часов. Вот так вот мы летим. Зима, 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 зима. Вот, друзья. Зима, зима. С Дамуле летаем. Красота. Зима, зима, зима. Зима, зима. С Дамуле летаем. С Дамуле летаем. С Солнечное, долгое. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Вот. Мы в Стамбуле. Чемоданы уже там погуют, вижу А нам надо На пересадку Обруч не забыть Сразу говори Туда покажем мужчине До свидания Спасибо большое До свидания До свидания У нас летел в бизнес-классе Куда она? Прямо идем Все документы со мной, конечно Так Это паспортный контроль Отсюда мы поворачиваем сюда На второй этаж Помнишь нам уже сказали, что он на трой этаж? На трой этаж И там коса А еще я хотела, чтобы жена не потусила Ну да, отлично Так Поехали на второй этаж Теперь ищем, наверное, паспортный контроль Нам на пересадку Водон Летим Я думаю, куда мы пойдем И куда мы пойдем Скорее всего Вот они ездят Такие штучки Которые катают Ого Вот они катают А мы с тобой Песочком Будем узнавать с тобой Я думаю, что мы в Капине Так, там туалет Так, короче Мы идем По такой классной дорожке Вот И ищем мы Ищем мы Да? Как мы пошли по такому длинному Там свою дорогу Вам покажи Там вот Да, это мы все там прошли 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 Дошли сюда И нам девушка сказала, что надо сюда Как называется дом? Да? Как-то так Вот Ну все, идем Куда? А почему на первый этаж? Да Потому что он даже Может быть Может быть Да Это скорее всего второй Да Да Мы сейчас на третьем Потому что видишь Люди там тоже Так А здесь вообще Наверное Машины катаются только И мы идем Такие звезды Ну вам сказали Ну идем Тут побольше людей Вот Нам надо идти По доместе с транспортом Вот Нам Куда надо идти? А там Паспортный контроль Ну короче Нам вот сюда идти О А это не работает Эта штука не работает Ну ладно Это Мехаба Мехаба Учим турецкие Учим турецкие Туалеты А вот И пришли Дамэс, посадочные сейчас у кого-то спросить там и дальше такой же есть анкара не знаете мы заблудились короче ладно пойдем еще спросим у кого-нибудь овец тоже вот дутифри нам говорили про дутифри ну вот сейчас попробуем понять короче идем по такому лабиринту вот туда и там скорее всего паспортный контроль и был где-то там посадочные вот у нас талон там и магазин дутифри короче пойдем сюда я думаю что если мы пришли не туда нам покажут куда нам идти люди здесь приветливые все хорошо занимаем где меньше очередь и идем прошли мы панспортный контроль это напротив дутифри а вот тут она мадана нет что-то мы не то смотрим пойдем короче сюда идем да вот опять доместис вот мы идем это вот мы идем правильно зал ожидания зал ожидания видишь на месте странки и тут уже да да точно сейчас будет вот так вот вещи ручная кладь проверяем и идем на посадку очень прошли мы ручную кладь просветили и теперь мы должны теперь мы должны наверх идти так доместис ну правильно внутренние рейсы нам нужны не так уж и сложно не так уж и большой не знаю сейчас сейчас увидим шанелечка там шанелечка красота да так теперь нам надо искать свои посадочные вкусняшки 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 ватафон 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 можно было карту купить и турк вот так вот здесь и будем искать свою взлетную полосу ватафон 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 смотри под ноги марс короче вот эти все цифры очень важны очень важны найти у меня на посадочном талоне но нам мальчик сказал адана это какой-то G какой-то G4 это 2 а нам надо а вот прямо тогда видишь и 3 и 11 прямо значит не работает эта штука пойдем вот так работает а работает да давай пока thank you вот мы смотрим да вот здесь G2 видите золотыми буковками желтенькими а нам сказали G4 искать надеюсь найдем G4 сейчас узнаем если у нас еще время есть так мы можем пойти погулять может быть карточку интернета купить там можно даже бесплатно на час Wi-Fi получить G4 а у нас что ну давайте спросим сейчас узнаем G4 да сейчас подойдем спросим друзья оказывается пока мы летели нас принесли пришла смска что рейс перенесли на час вот и теперь мы идем может быть что-то покушаем а может быть интернет может быть купим вот ну короче потом найдем свое посадочное место и полетим в Адану то есть мы прилетим на час позже мы должны были прилететь в Адану во сколько мы должны в 19.50 а прилетим в 20.50 а у меня есть турецкая лира а вот бесплатный Wi-Fi давай 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 вот тут мы решили перекусить так давай вот мы хотели сначала Бургера Кинг но так как там была большая очередь она и сейчас есть да куда Шанель иди сюда ну вот из Стамбула будем лететь в Адану а в Стамбуле можно хорошо в Адану вы вы делается с на 3 конец 2 5 го на 3 Вот хорошее место назначения города Дана. Марус, давайте на капусте. Пока. Турецкую. 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 Маруся сбегала уже на улицу, притащила такую телегу. Ну а что, удобно. Что-то нашего второго чемодана нету. Ждем. Жанна, я лично там красавица, моя красавица. Ну вот, друзья, мы прилетели в Адану. Время десять вечера. Десять или девять? Десять, да. Десять, да. Пока мы забрали чемоданы, загрузили на тележку. Короче, аэропорт у нас вот здесь. За парковкой. За парковкой мы туда приехали, то есть мы вышли там и вот через всю парковку мы шли в конец парковки до Хаваш. Хаваш. Это такие автобусы Хаваш, которые транспер везут вас в город Мерси. Поняли, да? В конце парковки. То есть вы ходите с аэропорта и поворачиваете налево. И еще раз налево через всю парковку вот эту. Короче, ничего сложного. Ждем полчаса и отправляемся. Мы в автобусе. Ждем отправление. Ну что? В шести утра на ногах. Но довольно счастливее. Да. Приехали в свою Турцию. Еще не дают ли до Мерсина. Сейчас поедем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...